У Гомеля прошел межведомостный форум, присвеченный правовой освете неполнолетних, вся род пропануемых мир, створение школьных агитбригад, работа с батьками праспрацовной коллективы и больше разностайная пропаганда здорового ладу життя у интернете. Необходность проведения форума отлумачиться перш за усю ситуации с подлетковой злочинностью. Факты свечать, колькость правопорушений, у якея здесь сняются наученцами школ и колледжа, застается великой. При этом усю больше часто порушальниками законодавства становятся девчинки. Постоянное удосконаление сродков совести и коммуникаций содейничает больших худком развитию сирот подлетков как позитивных, так и негативных зъяв. Зрабить правильный выбор школьникам повинны допомогти правовые веды, которые они смогут отримать у тем лику празинтернет. Во усиляком случае, в областном комитете БРСМ бачать тут значный ресурс. Правовое просвещение в сети интернет проходит по двум направлениям. Это как скрытые формы взаимодействия с ребятами путем проведения опросов, тренингов, онлайн включений, конкурсов, викторин, видеообращений, так и прямого воздействия материала, новостные публикации об изменениях в законодательстве. Сирот наибольш эффективных метод ровный навучай ровного. Размова идея об створении у навучальных установах агитбригад. Установить доверливый относинец родровеснику отримывается больше худка. Под час работы форума основная увага на повышение эффективности правовой осветы. Тем, кто занимается этой работой, главное быть переконавчим и самим верить у свои словы. При этом намагании только органов державного кирования и правооховных структур тут явно недостатково. Одным из вынеков работы областного форума становится принятие с вороту до батьков. От вас уж матчим залежит жильцовый шлях детей. Их приоритеты и формы поводин. Важно на конкретных прикладах показать им, что иснуют такие модели поводина в Дягучи Яким подлеток не разыкуя уступить у конфликт с законом. Выход трудовые коллективы для того, чтобы донести полезную информацию. Это памятки. Если вы подойдете, посмотрите, огромное количество памяток, которые мы постоянно раздаем. Это родительские собрания, это районные конференции, где мы стараемся достучаться до родителей. Но те люди, которые находятся рядом с детьми, это бабушки, дедушки, дяди, тети, они далеки от этой темы, поэтому у нас будут еще и проблемы это достучаться не только до родителей, а также и до близких родственников, до дедушек и бабушек, с которыми оставляют детей, и особенно сейчас, в летнее время.